Житие преподобного оптинского старца Антония Преподобный отец наш Антоний, в миру Александр Иванович Путилов, родился 9 марта 1795 года в городе Тутаеве, бывший город Романов, Ярославской губернии. Родители его, Иван Григорьевич и Анна Ивановна Путиловы, были люди благочестивые и богобоязненные. Детей своих воспитывали в страхе Божием и в духе строгого православия. С детства Александр был весьма тих и скромен. При звании к монашеской жизни он почувствовал еще в ранней юности, чему послужил и пример его старших сродников и братьев, посвятивших себя иноческой жизни. При нашествии французов в 1812 году Александр оказался в Москве и сильно пострадал от них. Бежал в Ростов к своим родным, а оттуда через некоторое время отправился в Рославльские леса, где уже пять лет подвязался его старший брат Тимофей, будущий игумен Оптиной пустыни, преподобный Моисей. Выдержав четырехлетний искус, 2 февраля 1820 года Александр на праздник Сретения Господня был облечен в ангельский образ и наречен Антонием. Исполняя волю боголюбивого архипастыря и епископа Калужского Филарета, преподобные Моисей и Антоний отправляются в Оптину пустынь для основания при сей обители уединенного скита. Очистив от леса само место, пустынники построили небольшую келью и соорудили церковь во имя святого Иоанна Предтечи Господня, а затем стали строить и братские корпуса. В 1825 году, после назначения преподобного Моисея настоятелем Оптиной пустыни, преподобный Антоний был определен начальником скита, а за 14 лет его начальствования скит получил прочное основание как во внешнем, так и в духовном отношении. В новоустроенный безмолвный скит с разных сторон стали стекаться мудрые в монашеской жизни и крепкие в духовных подвигах старцы. Этим было упрочено внутреннее основа иноческого духа как в скиту, так и в монастыре. Отец Антоний, как скитоначальник, не только содействовал старцам в духовном окормлении братства, но и собою подавал пример глубочайшего повиновения и преданности им. Служа для всех примером трудолюбия и неся внешние подвиги, преподобный Антоний в то же время внимательно следил за внутренними движениями своего сердца, заботясь о стяжании душевных добродетелей, смирении, любви к ближним, отсечении своей воли и разума перед духовным отцом. К его добровольным трудам и подвигам монашеским вскоре присоединился и крест тяжелой, длительной болезни. Но Господу было угодно возложить на преподобного еще один крест. Несмотря на болезненность, он в 1839 году был назначен настоятелем Малоярославецкого Николаевского монастыря. Нелегко было преподобному после пяти лет, проведенных в лесах, и восемнадцати лет скитского уединения принять на себя бремя настоятельства в городском монастыре, но за святое послушание принял на себя настоятельские труды и скорби. Тринадцать лет нес игумен Антоний это тяжелое для него бремя, и только в 1853 году он был по болезни уволен от настоятельства и вернулся в Оптину пустынь, где и прошел на покое двенадцать лет. Покой этот был многотрудный, многоболезненный, но в духовном отношении многоплодный. Были основательные причины утверждать, что преподобный имел великое дарование в молитве к Богу исподобился духовных видений и благодатных посещений. В строгом подвиге проводил старец Антоний свое новое жительство, отчего усилилась болезнь в ногах до крайности, они до колен были покрыты ранами и порой сильно кровоточили. Многие, видя всегда светлое лицо его и слыша его оживленную беседу, не понимали, какого страдальца видят они перед собою. Как великий любитель безмолвия, преподобный Антоний желал уединенной жизни, проводимой в молитвенных трудах, чтении и богомыслии. Но его духовное дарование привлекали к нему множество посетителей, как иноков, так и мирян. Богодухновенное его слово имело такую неотразимую силу, что иногда в течение одной беседы человек духовно перерождался. Часто под его духовным влиянием люди, потерянные в глазах общества и в собственных глазах, обращались к христианской жизни, отрекались от мира и остаток дней своих посвящали Богу. 9 марта 1865 года, когда старцу исполнилось 70 лет, он принял великую схему. По болезни старца пострижение было совершено келейно, настоятелем обители, преподобным Исаакием. В июле открылась во всей силе предсмертная болезнь его. Старец был особорован за 17 дней до кончины, когда телесные силы еще не совсем оставили его. Приобщался же святых тайн в последнее время ежедневно и пребывал в непрестанной молитве. 7 августа преподобный мирно почил о Господе. Всею своею подвижническую жизнью он доказал, что истинное монашество возможно, и заповеди Христовы не тяжкий суть, что еще возможны великие подвиги, подобные тем, которые описаны в чете именеях. Так, многими трудами, скорбями и болезнями вошел преподобный Отец наш Антоний в Царство Небесное. Молитвами преподобного оптинского старца Антония Господи Иисусе Христе, Божий Рожде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова